Таганрог завершил 2022 год с неплохими экономическими показателями. Такой вывод сделали участники совместного заседания оперативного штаба по обеспечению социальной стабильности, устойчивого развития экономики города в условиях санкций и координационной группы по вопросам собираемости налогов при администрации Таганрога. Заседание открыл глава администрации города Михаил Солоницын. По объему обруженной продукции обрабатывающий производство огород занимает второе место в Ростовской области 15,6%. Есть к чему стремиться, почему не первое. Ростов чуть крупнее на цене. Рост обруженной продукции в 2021 году составит 1,6%. Среднемесячная заработная плата в городе по полному кругу предприятий за 10 месяцев 2022 года выше, чем в 2021 году на 17,6% и составил 41,070. По малому бизнесу среднемесячная зарплата составляет 47,8% тысяч рублей. Это выше на 20% в сравнении с 2021 годом. Темп роста заработной платы по полному кругу организаций города выше среднеобластного на 4% пунктов. Поддержка инвестиционной деятельности увеличила объем вложений в инвестиции на 48% в сравнении с прошлым периодом. По предварительным итогам в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 12 миллиардов рублей. В результате реализации инвестиционных проектов в 2022 году создано 459 новых рабочих мест, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. С докладами также выступили заместители главы администрации города Светлана Камбулова и Нина Протасова. Еще одна тема, которая поднималась на заседании – налоговые платежи. Как известно, с нового года для предпринимателей бизнеса был введен единый налоговый платеж, который должен значительно упростить ведение ими деятельности. А заместитель начальника налоговой инспекции Таганрога Татьяна Левицкая рассказала, как на практике происходит переход на уплату организации Мингорода и единого налогового платежа. То есть, вот это внедрение ИНС позволит упростить механизм исполнения обязанностей по уплате налогов и обеспечит экономически обусловленный расчет суммы пени на общую сумму задолженности. То есть, пеня будет начисляться не по каждому налоговому обязательству, а в целом на отрицательное сталь, которое отражает разницу между совокупной обязанностью платежчика и его оплатами, если так в упрощенном порядке. То есть, теперь не будет ситуации, когда у платежчика будет одновременно и задолженность и переплата по разным налоговым обязательствам. По итогам заседания глава администрации Таганрога Михаил Солоницын дал поручение по поиску вариантов совершенствования сроков уплаты неналоговых платежей бюджет.